Про подход вообще к работе. Поступил заказ, делать объяснение, почему у нас поля футбольные слишком хорошо портятся и почему нельзя у нас играть в футбол зимой. Ответ очень прост. У нас нет полей искусственных в стране. И вот, собственно, в Кремле был заказ на вот эту левую часть. Чем отличаются поля? Да, но не покасать футбольное поле, тем более, что я не знаю, что здесь есть футболисты, потому что мы делаем в газете, делаем очень быстро и не видим, что происходит вокруг. Да, я не знаю, как это будет выглядеть. Здесь какие-то пипетки и слои поля. Это мало кому говорит. Вот поле здесь очень было нужно. Я обратился к твоему редактору инфографики. Дорогой, Боря, давай покажем, сколько у нас полей всего есть. Он говорит, где я тебя буду искать? Как я тебе это буду искать? В общем, пришлось залезть в Википедию, опять же, и оказалось, что у каждого футбольного клуба у нашего есть свой сайт. И, соответственно, 7-5 минут я знал, какие футбольные поля у всех 16 команд, которые играют в футболе, или как это называется, не знаю, чемпионат футбола. Собственно, здесь видно, да, в основном у нас играют на зеленых полях, то есть это натуральных, которые зимой, естественно, как сказать, в виде снега. А если их подогреть и попытаться по ним побегать, они испортятся. Соответственно, у нас готовых к чемпионату полей для того, чтобы играть зимой было всего 1-2. Три поля. Два искусственных, но в бои с тем более трудно играть на искусственных полях. И всего лишь одно в ножниках поля было, когда искусственных трава. То есть всего лишь один футбольный клуб мог обеспечить возможность играть на своем поле. Все остальные поля не пригодны для игры в футбол. Вот, соответственно, это очень важно, и это к тому, что если есть задача, да, и не всегда, знаете, заказчик понимает, что он хочет. Зачастую он решает ту проблему, которую он знает, как решить. Просто у него нет рук, и он просит вас это сделать. Но зачастую вы можете применить свою голову, да, и объяснить, что заказчик хочет на самом деле не этого, да, а то, что вы можете предложить. Это будет гораздо круче. И я, правда, советую вам не стесняться предлагать. Зачастую просто они не знают, что можно сделать так. И когда ты сделаешь это, можно было так сделать, но да, лучше всего предупредить его заранее, чтобы не было такого, что вы сделали, я не это совсем просил. Вот, тут в данном случае мы договорились, и у меня не было времени, а у меня было времени полчаса. Вот, я откопал на эти поля, ну, и, соответственно, директор упал, потому что тут вот местечко занятий, вот, мы заправились. Дальше будет через Балгарбер, вот, я, наверное, пролистнул, потому что это какие-то одни вещи. Вот, на этой работе хочется немножко подробнее остановиться. Заправились. Опять же, сложный момент, газеты переезжают из бумажного состояния в диджитов, да, редакция сокращается там на 2 третьих, увольняется 5 шестых редакций, писать некому, газеты заполняют чем-то, чем-то надо. Вот, редакция приходит в отдел по графику, который уволит, нельзя, потому что он числится в другом месте. И ребята говорят, типа, ну да, мы можем занять сколько угодно места, вот, и говорят, вот, есть у коллег в Рен-Востях, вот такая работа, давайте сделаем. Таким, да нет, сделать-то можем, но не будем. Таким, почему? Вот, ну, потому что, смотри, да, есть какая-то штуковина, и она вот сейчас призывается на МАС, да, это мысоход к Фьюристе. Вот, да, но эта штуковина, она же как-то летела, она 2 года летела, она же откуда-то слетела, у нее какая-то даже есть цель, вот, у ребят, у коллег, да, ну, такие условия, что они живут в ВЭБе, да, у них нет возможности сделать длинную историю, а у нас целый, как бы, разворот был под это отдан, да, а мы хотим рассказать очень маленькую, одну восьмую историю, вот, и, да, я говорю, Саш, ну, главный редактор, давай мы сделаем хорошо, вот, да, он говорит, хорошо за сколько? Я говорю, ну, у меня за 4, он говорит, нет, у тебя есть 2 дня. Такие, ну, хорошо, ладно, мы сделаем хорошо за 2 дня, вот, и что мы делаем дальше, да, мы берем следующую работу, да, это объясняющее, на самом деле, что тут обстоится, вот эта вот штучка, да, это вот она, ну, это уже, да, есть 2 вида информации. А потом еще, не знаю, 20-30 минут в интернете, проведем, говорит о том, что, в общем, ученые очень сильно копаются, и это офигеще классная информация, да, и, ну, это подтверждает то, что это можно сделать хорошо. Мы начинаем изучать все это, вот, надо сказать, что у революционностей был прикольный картинка вот эта вот, а вот тут, как бы, больше виталий, чтобы разобраться. И вот это все скрещивая, да, позволяло то, что сделать очень классную вещь, да, и, собственно, как мы работаем обычно. Это уже немножко не эскиз, да, эскиз мы в процессе обсуждения рисуем прямо на столе, и парочка эскизов только будет видно, на самом деле, я вам покажу, вот, но в этом чем-то не осталось. Мы, может, тогда еще не накидывали, вот, но, да, можете спросить, зачем здесь самолет? Ну, на самом деле мы его просто подобросили, чтобы он занимал место, чтобы было, ну, графически понятно, да, такие куски большие, что там будет какая-то штука, она будет белого цвета. Просто недавно упал самолет вот этот вот, и мы его туда положили. Вот, ну, он под рукой был, вот, и он занял место. Вот, и, собственно, есть вот эти все штуки, да, какие-то инфекционные блоки, вот сейчас постепенно, да, немножко изменилось от прототипов, да, работа, но вот еще не разверстанная здесь вот такая сложная верстка по диагоналям, ее дело в конце. Вот, какие-то вот элементы большие, но не подписанные, да, какие-то вот графики, да, видите, вот не было вот этого, да, а потом оказалось, что здесь куча всяких элементов, которые надо объяснить, вот, и вот они как раз появились, мы так к ним объясняем, что-то такое, немножко все растягивается, и, да, так, напильничком напиливается, и, собственно, вот эта вот сложная верстка происходит. И удивительный факт, да, я просто показываю проработанность деталей, это работающая листья, если кто не видел в руках, могу передать, да, там, вот она вот тут лежит. Не надо. Поехали. Дальше. Вот, кстати, вот их вещь. На нее почему-то ушло два часа, а ты пропал сначала, а материк мне достаточно сильно, ты издеваешься, плач первую рисовать, потом как-то залив, пропал два часа, я чего-то не слышу его, она мне выдает супер детализированную вещь, которая вот размером, ну, вот она. Ну, сколько тут? Три-четыре сантиметра, вот, детали, и больше, чем это марсоход. Вот, ну, это про несогласованность иногда работает, вот, но прикольно, что получилось. Вот, и еще про немножко патриотичность, да, в этот год Путин ездил на «Желтой Калине», вот, в отпуск, и мы решили сравнить, да, хотя на самом Москве есть их найдешь Калину, вот, да, но патриотичность, это же классно, и мы сравнили с Калиной, они очень похожи по базе. Ну, собственно, работа началась, работа закончилась, и что мы получаем? Мы получаем серебро, первый, по-моему, на самом деле, в России серебро, одна малафея, малафея, для тех, кто не знает, это что-то типа вроде «Оскара» в инфаграфике, вот, это первый «Оскар» в России в номинации «Серебро», насколько я знаю, у нас еще появилось пару серебряных наград в интерактиве и еще в печати, вот, и все. Больше российского строительства в серебре не было, вот, а золото мы еще ни разу не достигали, вот, в общем, было желание отзывать золото, но так не случилось, вот, но это просто к тому, что иногда договорившись, да, в данном случае с редакцией, с главным редактором Сашей, который, ну, хотел сделать по-простому, да, есть картинка, и залить ее на цену, да, там, разворот, по-быстрому, да, можно сделать супер-классную вещь, это супер-классная вещь не только, когда для наших читателей будет дорога, она еще будет в качестве такой промо вещи и злоет относительно классный приз, вот. Это я про некую дизайнерскую и внутреннюю ответственность к работе, да, и эта работа, она послужила отровной точкой, да, потому что, когда мы тут разумеем, что значит хорошо, мы могли уже оперировать, потому что до этого был Nord Stream, да, и про него все забыли, и в тот момент вообще была бы другая редакция, редакция была, вот, эта вещь, она достаточно свежая. Собственно, вот эти, как бы, подходы мы заложили и дальше начали работать. Собственно, дальше был танк Т-34, вот. И на этом, на самом деле, кстати, эта лекция закончилась, моей на самом деле просто три года, она постепенно росла, и вот, когда типа Берлин позвали, у меня был последний проект про танк Т-34, и совершенно побоявшись в Берлине, я рассказал про танки Т-34, и не знаю, кто там, танковый бог меня вознаградил, там, знаете, есть парк, и в этом парк ставят Т-34. Вот, если бы я посмотрел на них, без этой работы я бы не понял, а там, на самом деле, дошли до Берлина абсолютно франкенштейны. Ну, если брать, ну, понимаете, да, там просто вот эти диски, бывают литые, бывают штампованные, там все разные диски, вот. Там ручки сделаны, ну, просто припаянные, как пух на душу получать. Ну, то есть там боевые танки, реально, там пришли и в Берлин, я так прекрасно знаю, потому что, ну, реально такое документальное подтверждение. А работа, на самом деле, появилась 9 мая, и благодаря тому, что он, Костя, когда этого снимал, ездишь в Назаром, кино про белый тигр. Вот, там, про танковый бог, откуда ни возьмись появляется супер-пупер-пантера, и всех расстреливают. И мы создали супер-пупер Т-34, но суть сводилась к тому, что в кино мы всегда видим фейковые Т-34, да, то есть там, например, 41-й год, а есть 86-я машина, которая была сделана в 43-м году. Ну, короче, мы пытались немножко сказать про Т-34, вот, и вот это вот очень сводно, классно показано, насколько у них очень разные пашни у всех. То есть всем кажется, что Т-34-1, а сами-то миллиард, как сказать, модификаций, наверное, как вазы в классику. Да, по сути, это был фиат там какой-то один, да, а потом мы размножили это в огромное количество. Есть смешные штуки, когда вот из Харькова эмигрировал в Челябинск, а завод кто-то потерял вагон с чертежами башни. Я думаю, кто-то очень сильно пострадал, вот, но другие, кто-то, герои там, инженерии советской, они сделали просто новую другую башню. Вот. Харьковская башня отличается очень сильно от той, которая была сделана уже заводом, Челябинским. Вот. А он так и остался, Челябинск. Тракторный завод, ну, это просто история зекая. Пойдемте дальше. Вот. Есть и полепростые вещи, актуальные, а она, на самом деле, вечно, как-то из зеленой темы. Это мне нравится, когда инфографика, ресайкл инфографики, да, и можно переиздавать. Самый важный вопрос, на самом деле, когда надо менять резину, когда среднесуточная температура равна плюс 7. Поэтому она достаточно рамотно появилась. Вот это атака. Те зимы, которые были, они были достаточно очень теплыми. Вот. Вот. Ну и, собственно, тут пугалки, что с вами будет, нужно будет врезаться на лес, по крыше. Если вы вдруг налечь на резине, выезжаете, вы пугаетесь, камаза на встречке. Вот. Поехали дальше. Вот еще одна такая супер-классная тема. Она всегда работает. Три раза в год у нас выпадает супер-снег. И мы всегда к нему не готовы. Вот. И, соответственно, можно рассказать, как его убирают. Вот. Вот так его убирают. Есть такие штуки. И, кстати, вот эта вещь, она новая, и она может грузить в нормальном режиме, когда водитель Каваза движется в том же направлении, что и вы, а не задом пятится. Но таких машин достаточно много в Москве работает. Соответственно, у них очень приятные языки. Бип – это двигатель. Бип – остановись. Ну, вот они вот так вот разговаривают. Совершенно потрясающие ритуозы владения большой техникой работают там. Буду долго рассказывать. А это такая полукоммерческая, что это, вечная коммерческая. В общем, у нас был некий источник про будущее до номера. И мы решили сделать про 3D-принтеры. Сходили к ребятам, которые делают в России 3D-принтер. Их много развиваются достаточно продвинутые в этой тени. Вот у нас как-то вот эта технология 3D-принтирования очень хорошо развита. Потому что, видимо, у нас очень много людей такие самоделкиные, кулибины, которые... И 3D-принтер позволяет создавать очень классные прототипы у себя практически дома, в квартире. Мы же не любим работать коррективами сложными. Мы любим сами все сделать, и чтобы она заработала эта супер-классная штука. Пару поют отсюда я не рассказал. То есть, мы их поведали, а потом сказали, не, не надо это упадковать. Я сохранился в себе, чтобы потом помочь. Вот такая вот инфографика. Если честно, инфографики здесь очень мало. Я смотрю, вы немножко тревели. Это 42-й слайд, я сейчас побыстрее, 70-й пролистаю. Компитно интереснее. Но кто здесь может найти инфографику? Ну ладно. На самом деле, вот и вся инфографика. Это теория Маганта про расписание. Это когда начали строить высотку, когда закончили. Если мы в Заре начали строить, они никогда не закончили. Бесконечных сон. Ну и просто разрез здания, и где они находятся, эти высотки. Суть сводился к тому, что к 800-летию Москвы нужно было сделать так, чтобы Москва была бы по-другому. А доминанты до этого архитектурные были всякие шпили, колоколи. Что, естественно, Сталину мне очень сильно нравилось. Поэтому, вы знаете, церкви, эти этажеры одновременно начали строить вот эти доминанты поляно-нью-йоркские высотки. И это было возможно при наличии изобретенного крана. Сюда не пропал, кстати. Но кран сам вырослый. До этого не было такой технологии. Там технология появилась. И, соответственно, наш город вырос сильно. Еще осложняло рост небоскребов то, что не было лифтов надежных. Когда появились лифты, собственно, город смог расти выше. И, соответственно, мы теперь имеем в центре достаточно высокие строения. И теперь нет. И вот еще одна тема. Она тоже была тут. Это такая немножко личная. На фейсбуке висит вот этот девочек. А, на самом деле, я, мальчик. Вы можете заметить, я до сих пор достаточно худоща, вот, а где-то просто был дистрофиком, и лифты не отрабатывали меня как полезный грудь. Танцерограмм. Упс. Да, и, соответственно, я мог зайти в лифт, он гасил свет, увозил меня еще не знаю, куда надо. Естественно, ради говорили, что ни в коем случае не нужно с чужими людьми ездить в лифте. А что делать? Они не стреляют как человек. И, ну, в общем, я сбрался в этой теме, и это чисто такая, на самом деле, как дизайнер дизайнеру бой. Лифт это очень глупая вещь. Она ездит по ту вей вверх-вниз. Графически ничего интересного. Вверх-вниз, вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Даже я показываю, это уже скучно. Как же сделать, чтобы это была красивая картинка? И, соответственно, эти первые эскизы, которые не давали толкнуться, чтобы это было интересно. Пока в попутках, на самом деле, в портрет не я рисовал. Просто была какая-то бумажка. Появился вот такой первый наброс, потом второй наброс. То есть, можно прочитать такой переверкыш буквы S или буквы Z. Она уже графически очень красивая. Дальше появился такой же эскизик, где, на самом деле, все эти детали, которые вы видите, они уже прорисованы. То есть, вот эти вещи, какое-то место по графике, место по элементу, вот у девочек появляется. Это все здесь есть. А на самом деле, эскиз вот такого размера был, там что-то, сантилетра 8 на 4. Все эти детали есть, понимание, где что находится, есть, и графическая составляющая, как читают графику, сверху вниз, потом поделись на лифте, и опять спустились сверху вниз, она заложена. Ну и дальше, собственно, получается вот такая вещь, это некий прототип, который я выдаю уже дизайнер, и, соответственно, обратите внимание, здесь есть подписи, это реальный документ, на котором написано как А, 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 Это роли, да, кто за какую часть пьесы отвечает. Вот, эти аббревиатуры, они, собственно, К, Костя Коковкин, А, А, Антон Маринский, вот, А, Алексей Пкинсов. Соответственно, мы уже определили, где, за какую часть человек работает, и начинаем каждый состоять на своих компьютерах работать, и дальше производить вот эти штуки и скреивать. Да, у нас, соответственно, кто-то, ну, зачастую ведущий, тот, кто, соответственно, за этот проект был, споначивающий ведущий, такой сборщик, который добил проект. Это вот про детали, да, там, все эти фактуры, классики, пикограммки. Вот, вот эта потрясающая штука Алексея Пкинсова по YouTube-ролику попросил нарисовать вот этот разрез, как вот новая технология двигателей выглядит. Очень важная информация, вот, естественно, он опять меня послал, очень далеко, но он сел, вот, потому что я ему сказал, вот, смотри, если ты через 50 секунд переключаешь, ты видишь, они и те же рельсы. Вот, и он мне выдал вот эту штуку, все, что нужно было сделать, это положить вот эту голубую линию, чтобы, да, на одной оси, и покрасить тросы, каждый из которых, кстати, способен выдержать лифт, да, мы их обычно с избытком кладываем, чтобы люди не боялись, если один трос порвется, то второй выдержит, а если их четыре, сезонное распределение нашей обязанности, да, то есть, вот, Алексей Птицын, зелененькая, голубенькая, это Хорсти рисовал, все эти сертифические штуки, у нас такого распределения, это Маринская, которая рисовала человечков, он еще помимо про «Энс» друг делать в кучку, другие проекты закрывал, но вот в этом проекте он такую малую часть занимал, но это тоже очень важно, вот, мы получаем готовую вещь, вот, и удивительно, да, что на самом деле вот эта технология разрисовки моторчика, да, если тот предыдущий там занял 4 часа, работая, то вот это было сделано за полтора часа, этот другой моторчик, он не точно такой же, да, но уже была отработана технология делать эти моторчики, то, соответственно, Алексей и Александр гораздо быстрее, и удивительно, да, на самом деле, та же самая технология, что в лифте, вот тут, очень плоские моторы, да, они позволили сделать электробайки, так что теперь можно встраивать в калису, да, это одна технология, которая появляется моментально вокруг себя, начинает развивать руку, ну, на самом деле, что-то очень много технологий, да, и, ну, поэтому, дело, что мальчики, вот, на самом деле, не только по технологии, да, можно рассказывать про пиццу, у нас появился некий пицца-эксперт, вот, который нас посвятил, и, соответственно, забацаны вот такую вещь, вот там про толщину, в 2000-х были самые толстые пиццы, а потом все опять начали думать о худобе, да, и в 2010-х пиццы, опять, стали супертонкие, а в 2000-х были там 90-х, жирнючие, да, то есть с тесно, все нормально, вот, ну, и вот, да, сравните, да, когда есть история, когда есть какая-то графическая составляющая, когда есть иллюстрация, когда согласовано все некой, друг други пропитанные, да, и вот такие вот вещи.